Ты кто такой? Александр Иванов! Друзья, сегодня мы поговорим о человеке, чье имя навсегда будет синонимом к словам блокчейн и платформа, гениальном разработчике, да и что говорить о личности с нетипичной фамилией. Усаживайтесь поудобнее и давайте разбираться! Имя? Александр Юрьевич Иванов. Дата рождения? Неизвестно. Место рождения? Украина. Образование МГУ имени Ломоносова. Университет Лепцига. Место проживания? Москва. Российская Федерация. Деятельность? Основатель и генеральный директор WAVES платформ. Александр Иванов родился в Украине, но еще в детстве вместе с родителями переехал в Россию, где в МГУ имени Ломоносова получил высшее образование по специальности теоретическая и математическая физика, после чего поступил на аспирантуру в университет Лепцига. Судя по всему, Александр кроме учебы еще любил путешествия. В 2002 году после окончания аспирантуры Александр устроился на работу в компанию Independent, которая занимается разработкой программного обеспечения для электронных платежных систем и нейронных сетей. Там он работал на протяжении семи лет на должности разработчика. В 2009 году наш сегодняшний герой познакомился с технологией блокчейн, которая использовалась в криптовалюте Биткоин, после чего буквально влюбился в нее, так как увидел огромный потенциал. Эта любовь была с первого взгляда, они ходили на свидания, он дарил ей подарки, потом совместный отпуск, свадьба. Так, стоп, простите, монтажер слегка увлекся. Продолжаем. В этом же году Иванов создает компанию Intelligents Unitrace, с чего и началась его история в индустрии криптовалют. За семь лет существования компании, а если быть точнее, то за семь лет пребывания в Intelligents Unitrade, Александра, компания запустила несколько проектов. Платформа для обмена криптовалют Coinoma.com, первый криптоиндекс Coinindex.com, первый фиатный блокчейн токен CoinUSD, основанный на блокчейн-венчурный фонд CryptoAsset, с общим объемом инвестиций в $200 000. Всех этих достижений хватит, чтобы записать рэп-альбом. Однако в 2016 году Александр Иванов понял, что хочет двигаться дальше и готов принимать новые вызовы, поэтому покинул компанию. Спустя несколько месяцев после того, как Иванов покинул Intelligents Unitrade, он объявил о создании своего нового проекта «Waves. Экосистемы предприятий, служб и сообществ, использующих преимущества передовых и постоянно развивающихся технологий». Как заявляет сам Александр, «Waves» обладает характеристиками, способными сделать самый быстрый в мире блокчейн. Сын как-то сказал папе Саше, «Пап, я хочу блокчейн на день рождения!» «Я подарю тебе самый быстрый в мире блокчейн, сынок!» «Вау!» «И папа Саша и исполнил свое обещание». Для разработки данного проекта Александр Иванов и остальная часть команды разработчиков привлекали инвестиции посредством ICO. По результатам продажи токенов Waves им удалось привлечь около 16 миллионов долларов в биткоинах по курсу BTC на 2016 год. Для понимания, это примерно как доход среднего класса россиян, только в миллион долларов раз больше. Ладно, мы не хотели давить на больное. Грубо говоря, платформа Waves чем-то напоминает Ethereum, который был запущен Виталиком Бутириным за два года до этого. Виталик как бы говорит, «Я делал эту платформу до того, как это стало мейнстримом». По сей день Александр Иванов является генеральным директором Waves и время от времени анонсирует запуск новых проектов на базе Waves. Но в апреле 2018 года он объявил о старте нового проекта под названием «Восток», который предлагает готовый продуктовый блокчейн-решения для различного рода бизнесов. Видимо, решение назвать проект «Восток» связано с мнением Саши, что его проект летит как ракета. Несмотря на то, что наш сегодняшний герой является управляющим Waves, он хорошо отзывается и о других криптовалютах, в частности, о биткоине. Однажды он сказал, что технология блокчейна останется с нами навсегда, а биткоин постепенно завоевывает мир. Погодите, где-то мы это уже слышали. Хотя вряд ли Майкл пел про биткоин. В сентябре 2016 года Forbes общался с Ивановым и задал вопрос о будущем блокчейна. В каких прикладных сферах в обозримом будущем он все-таки будет работать и станет нам привычен? Люди поймут, что некоторые вещи имеют объективный характер на технологическом уровне. Документ, подписанный вами и зафиксированный на блокчейне, никогда не потеряется. Все ваши сделки будут видны на блокчейне и невозможно будет задним числом оформить на вас какой-то контракт. Это будет новый мир, где технологии устранят людской произвол и привнесут объективность в бизнес и общество. Надеемся, что вы правы, Александр, правда про документы, которые никогда не потеряются, вы перегнули. Все-таки человеку с фамилией Иванов такое говорит. В октябре 2019 года Александр Иванов и Марк Грабер, председатель совета директоров GHP Group, создали совместное предприятие Global Chain. Фокус ESP направлен на создание крупной логистической блокчейн-платформы с планами на международную экспансию. Основатели будут владеть компанией на паритетной основе 50 на 50. Руководителем ESP назначен, кто вы думаете? Ну конечно, Иванов. Что ж, Александр Иванов, теперь мы знаем, кто ты такой. Надеемся, вам понравилось. Не забудьте поставить лайк и подписаться. И самое главное, пишите в комментариях свое мнение о герое. Также жмите колокольчик, чтобы не пропускать интересные видео. Эксмо. Мы говорим о людях. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok